Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород и сегодня мы приступаем к посеву земляники садовой, ремонтантной, мелкоплодной и крупноплодной. Если говорить про мелкоплодную землянику, то в принципе ее можно сеять без замачивания. То есть семена просто раскладываем по грунту уплотненному, либо сверху сыпем их равномерно на снег. А вот крупноплодную землянику, такую как, например, иришка, сладкоежка, ее все-таки лучше предварительно замочить в растворе с использованием Эпин Экстра. Где-то там берется 100 мл воды и 1-2 капля Эпина. Все это хорошенько перемешиваем. А семена лучше, конечно, в какие-нибудь такие мешочки завернуть и замочить их. Ну, на 2-4 часа все-таки рекомендуют их замачивать. Потому как все-таки свои семена, они как бы хорошо всходят. А вот семена магазинные, они вот часто подводят нас. Ну, либо у них плохая всхожесть. А как бы Эпин, он увеличивает именно всхожесть семян где-то на 20-40%. То есть, ну, это существенно для нас. Будем сеять мы землянику нашу вот в такую емкость. В ней предварительно мы делаем отверстия дренажные. Очень хорошо вот в этих контейнерах делаются дренажные отверстия. Очень легко. И, конечно, берем какой-нибудь поддон. И заполняем эту емкость грунтом. Предварительно, конечно, емкость хорошенько промываем, чтобы никаких остатков, ничего не осталось, чтобы она была чистая у нас и стерильная. Хотелось бы еще сказать про семена. Семена, как мы только покупаем, мы сразу их ложим в холодильник. Тем самым, как бы клубника у нас проходит стратификацию. И семена лучше их все-таки хранить при такой вот прохладной температуре. Именно холодильника, не мразилки, а холодильника. Итак, заполняем нашу емкость грунтом где-то на 2 третьих объема. Заполняя емкость грунтом, стараемся его немного уплотнить, чтобы у нас была достаточно ровная поверхность. То есть, чтобы не было никаких ямок, ни бугорков. Если попадаются какие-то камешки, либо мы их разминаем, либо мы их убираем. Чтобы у нас была такая достаточно ровная поверхность. Чтобы семена, когда мы посеем, чтобы они у нас никуда не провалились. Ну, чтобы они лежали все как бы на одном уровне. В ковках с мелкоплодной земляникой семян достаточно много. То есть, в принципе, можете их, если вот такое их количество, можно их просто как бы рассыпать поверху грунта. И затем уплотнить снегом, если вы не хотите их именно раскладывать. Ну, а так все-таки лучше, конечно, аккуратненько разложить, потому что потом их будет легче нам пикировать. Когда у нас корешки не будут слишком так вот прям сплетаться. Итак, разложились семена по грунту нашему. Но если сказать про белоснежку, то белоснежки семян оказалось даже больше в упаковке, чем вот в лесной сказке. То есть, вот шпажкой разделяем, например, сорта, который мы садим. И... хотя производитель один. Ну вот, и граммы указаны одни и те же, но семян почему-то практически в два раза меньше. Так иногда нас производители удивляют. Семена я разложил, скорее рассыпал по поверхности грунта. Получилось достаточно так густовато. Ну, так как семян было много, и по одной раскладывать, если... То это, конечно, нужно большое... именно большая площадь грунта. А у нас небольшая такая емкость, поэтому лучше было вот именно вот так вот их рассыпать. Итак, разложили мы снег по нашим семенам поверх достаточно таким толстеньким слоем, где-то один или полтора сантиметра. Лишняя влага, которая даже если он будет лишней, она у нас либо через дренажное отверстие наше она уйдет, либо вот пленкой потом поверх обычный затянем, сделаем в этой пленке зубочисткой отверстие, и то есть у нас лишняя влага будет отходить и через дренажное отверстие, и через отверстие в пленке. После того, как мы закрыли нашу емкость пленкой, ставим ее в холодильник где-то на один, от одного до трех дней. Ну, в принципе, если семена у нас лежали в холодильнике, то как бы достаточно, по моему опыту, и одного, одного-двух дней. То есть не нужно, как многие рекомендуют прям долго ее выдерживать в холодильнике, там неделями буквально, ну не знаю, я выдерживаю где-то один-два дня. Этого, мне кажется, совсем достаточно. И еще хотелось бы сказать про посев именно по снегу. Вот я не люблю его по снегу именно, посев производить, потому что к пленке вот к этой могут какие-то семена просто пристать. Потому что снега мы накладываем обычно много, и вот семена как бы поверху лежат, и пленка тут же с ними будет соприкасаться. Как бы это не очень, мне кажется, хорошо. Но, в принципе, если, конечно, вы используете более глубокие емкости, то можно так, конечно, делать. Ну, вот я, у меня емкости такие достаточно маловатые, и вот если я так посею поверх, то к пленке будут они приставать. Как бы ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, а по прошествии где-то одного-двух дней, после того, как она у нас постоит в холодильнике, мы ее ставим на подоконник. Подоконник. Желательно под низ вот этой емкости нам положить что-то теплое на подоконник. Или какую-то книгу, может быть, в пакет там вы завернете, чтобы она не маралась. И вот таким образом, чтобы у нас было просто, не было прямого соприкосновения нашей вот этого емкости с подоконником. С этой стороны подоконника можно тоже что-нибудь положить, чтобы от подоконника не дуло. Ну, как бы вот так вот, чтобы утеплить нам наши эти посадки. Ну, а всем тем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok